Всем привет! Я Снежный Человек, это моя Чубака. Мы идем играть в Xbox или PlayStation, что там есть. Просто я хочу себе купить и выбираю между Xbox и PlayStation. Не знаю, что выбрать, поэтому сейчас забронировали в столик в одном месте. Пойдем попробуем и то, и другое, наверное, и узнаем и решим, что покупать. На улице снега нет, но я не знаю, как вам кажется, но тут холодно прям. Руки замерзают, нужно в перчатки идти. Мама нашла себе работу уже первые несколько дней, отработала. Блин, в капюшоне неудобно. Спасибо. Вот, а мы сегодня ждем ее с работы и все вместе идем на каток. Он уже открылся, я постою на коньках опять. Второй раз в жизни. Ну какой второй раз? Ну я в прошлом году первый раз научился, сейчас как бы второй год покатаюсь. Сейчас. Научился. Вот, что еще сказать. Холодно, короче, вообще. Пальцы замерзают. Ты хочешь что-нибудь сказать? Вон, баба, мужик не видит, что мы идем, катит на машине, готов нас бить. Старички за игрой. А, нет, вот нижняя, без сохранения. Чё-то не на понятных поисках, бум. Бой. Бой. Бой же, бой. Да, да, бой. О, один игрок, надо два сделать. Вот видишь, один игрок. А, сейчас, подожди. Вот, два игрока, противостояние. Парная лестница. А потом, нет, а потом это. А потом парная лестница сделаем, надо бы подниматься там по этим. Нажми старт. Ты. Подожди, я тоже вывозь нам. Ну ты на старт нажми. Ой. Я нуб, я нуб в игре и в игре. Ну там что-то делать, помните? Там что-то выбирать. Я не знаю, как нажимать только. Я не знаю, что это значит, но нет. Ой, ты из кровищи попал. Ну давай, давай сначала разберемся, погоди. Сразу пришел, ознокаутировал. Эй, 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 что ты? Нормально общались? Смотри, какая у тебя стойка прикольная. О, нормально я тебя размотал так. Вот мы вернулись домой. Разочарованные, грустные, потому что нам не понравилось совсем. Ну, во-первых, там был Xbox New One, а Xbox 360, что ли называется, короче. Ну не самый новый, не самый последний, вот. Вернулись домой, короче, Настя сейчас будет готовить. Сегодня мы идем на каток. Вот он, вот сумочка. Тут коньки мои. Ну, это Настя, папа и Настя, но я в них катаюсь. Это Настя, наверное. Что еще сказать? Ждем маму, в общем, сейчас пока поужинаем и поедем. Кабинет, кстати, не изменился. Рамочки я никак не могу повесить. Все, руки не доходят. Кто не видел, вот кулер приобрел. В России, в общем, с кулером все просто. Заказываешь воду и кулер сам вот этот вот. Ну, вот эту всю систему белую дают тебе на халяву. Ну, в пользование дают. Когда если ты отказываешься от этой компании, то они заберут свой кулер. Ну, что вряд ли что-то с ним будет. На выбор там есть, либо он охлаждает воду, либо он греет воду. Но сейчас вот он греет, потому что сейчас зима, а лето можно будет поменять на то, чтобы он охлаждал. Вот, что же сказать. Вот так вот обклеил свой мак. Кто не видел, не помню, показывал видео или нет. Всякие наклеечки, красиво выглядит. Очень нравится. Вот так выглядят мои заработанные деньги. которые тут лежат. В общем, что еще? Вот такую штуку вам... О, я же вот эту штуку вам не показывал, да? Блин, опять сейчас пропаганда всякая, наверное, да, скажет? Я не знаю, короче, это пар, тут нет никотина, поэтому это не пропаганда. Это вейп. Вот так он включается. Сейчас, раз, два, три, четыре, пять. Пять раз нажим, чтобы он включился. Вот так вот он дымит. Поначалу не сильно, но вообще сильнее. Вообще примерно так. Ну, конечно, сильнее тоже можно, но... У него есть разные жидкости вот такие. Тут вот... Если интересно, я вам дал ссылочку на сайт, где я купил, там, со скидочками всякими. Вот. Что еще новенького? Новенького. Ничего, сейчас вам Настю покажу. Вот Настя с варшем мучается. Он свежий хотя бы, нет? Да. Вот. Кстати, привыкаю к микроволновке. Первый раз в моей жизни у меня появилась микроволновка. Ну, как, в этой квартире она была. В общем, радуюсь ей. Очень удобная штука. Все, все магнитики, где я был. Вот Ташкент. Вот Казань. Вот Алания. Алания. Германия. Амстердам. Ревда. Это город, где я родился в России. Калининград. Все. Ташкент тоже. Мама это привезла их. Эти магнитики. Что ты смотришь? В общем, что еще показать? Да. Больше ты, наверное, и ничего. Ой, в кабинете работаю. Все хорошо. Вот сейчас ближе к Новому году. Клиент встал. А не так много, как хотелось бы. Потому что все студенты копят на Новый год, наверное. Поэтому поменьше стало запись у меня. Думаю, приехать. Для тех, кто не в курсе, если вы не подписаны на социальные сети мои. Я собираюсь приехать в Ташкент после... Ну, в этом 2016 году. Хотел в феврале. Но, друзья, говорят, что в феврале там еще холодно. Я хочу уже в шортах ходить, в майке. Поэтому где-то, наверное, ну, как потеплеет. На февраль, апрель, март. В марте или в мае, наверное, там приеду. Буду делать татухи в студии... Как она называется? Самая крутая студия в Ташкенте, в Узбекистане. Что это называется-то там? Там еще такой чувак известный. Там в Берлине столько места занял. Пигментарийус, во, вспомнил. Вот. Они любезно согласились меня принять к себе. Я им написал. Говорю, ребят, хочу приехать, поработать. А места у меня нет в рабочем. Ты приезжай. Мы очень такие, гостеприимные. Но скинь свои работы. Я им скинул свои работы. Ну, понятно, что у них уровень выше. Ну, у этого главного их там, я не знаю. У остальных как. В общем, они согласились. Я очень этому рад. Привет, ребята, если смотрите. Спасибо за то, что согласились. Вот. А еще писал, короче, мастеру одному... Ну, как мастеру? Рукожопу. Этому Александру Солнца. Солнца. Усс у него сайт, по-моему. Это, конечно, не реклама его. Никогда не хотите делать к нему татуировки. Я зашел на его страничку ВКонтакте. Просто там какие работы. Это жесть. Кривые, косые. Кривые, непробитые, конченые просто работы. Я не знаю. Потом была фотография там, где было видно, чем он. Ничем, а в какой обстановке он работает. Полная вообще грязь ужасная. В каком-то типа салоне красоты или парикмахерской какой-то он работает. Там у него какое-то место, хрен пойми какое. И он сам какой-то не очень приятный человек. Потому что я написал ему там, здравствуйте. Там меня зовут Андрей. Я там занимаюсь татуировкой. Приезжаю в Ташкент. Я потому что не рассчитывал, что мне пикментариус ответит. Поэтому я начал писать, ну, как бы с низов начать. Но я тогда еще, когда писал, не смотрел его работы. Ну, просто я о нем слышал заведомо. Я думал, наверное, нормальный мастер, раз о нем столько говорят. Вот. И написал ему, он не написал. Я подумаю над вашим предложением. Короче, не поздоровался, по-моему, вообще ничего. И потом я посмотрел его работы. Я ему написал, короче, не-не-не, чувак. Еще ты мне должен будешь заплатить, если я в твоей студии соглашусь поработать. Потому что жесть, а не мастер. В общем, пишите меня в ВКонтакте или в Одноклассниках. Там я сейчас чаще бываю в Инстаграме. Если хотите, сделаю татуху у меня, когда я буду находиться в Ташкенте. Потому что там я буду выбирать, из чего я буду. Например, там желающих будет человек 100. Ну, 100 человек я не успею сделать. Ну, я не знаю, татух 5 я, наверное, сделаю. Вот. И я выберу из эскизов, которые вы мне скинете, самые те, которые мне нравятся. В общем, вот так буду выбирать, потому что другого выбора нет. Всех я уж явно не успею. Я же не робот. В общем, сейчас справимся на каток. Надеюсь, вы не устали от моей болтовни, потому что я давно с вами не общался. Давно не снимал. Просто что-то вот так вот поболтать. В общем, всем до снега, до льда, до коньков. И самое важное. Сейчас идет прямое включение нашего с Настей небольшого праздника. Сегодня ровно год... Бля, тебе холодно. Сегодня ровно год и девять месяцев, как я мудохусь с ней. Мучаемся мы на бару. Поздравляю тебя с моими мучениями. Все. Год и девять месяцев, прикинь, да? Я все обещаю... Что я хотел сказать-то? Я все обещаю вам, что это все, но это не все. В общем, я забыл сказать. Я знаю, что меня смотрят из разных точек Узбекистана. Поэтому, если кто-то хочет купить квартиру себе в области, а в частности в Тутипе, напишите мне в ВКонтакте. Может быть, ваши родственники хотят купить квартиру, потому что мы с мамой продаем. Она находится в Тутипе, ну, там под Тутипой. Называется место Пашика. Трехкомнатная квартира. Вот, цену не скажу. Сейчас не помнить, надо с мамой спрашивать. Но вообще, крутая квартира. Там хороший очень ремонт сделанный. Своими руками практически. Очень такой чистый. Ла-ла-ла-ма-ла-ла. В общем, обращайтесь, если надо там. Я не смогу кататься. Первый выход на лед в этом году. Ветер вообще сильный. Снег идет. Мама Настя несет. Не знаю, как по звуку будет. Думаю, что не очень. Одолида я пока не дошел. Иду по дорожке такой, удобной, на которой не скользит. Вот сейчас начнется скольжение, и будет страшно. Да не переживай ты так. Да давай. А я не знал, что здесь бордюра нет, кстати. Я думал, что есть. Да катайся, а! Что ты как маленькая? Кататься-то, а! Че ты орешь-то? Не, она же в защитном корпусе. Противоударном. Как тормозить, я не знаю. Вот так ты зачем что-то делаешь-то? Я вот так все сделал и перевернулся.